МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С любовью к России или День народного единства по-самарски. Нет русского языка – нет работы. Новые требования – законодательство. Вместе со всей Россией Самар отмечает День народного единства, несмотря на холодную погоду на одной из центральных площадок праздника – улице Осетинской, что в поселке Волгарь по-настоящему тепло. Ведь здесь, как и в других регионах, в эти минуты встречаются друзья, родственники и знакомые. Несколько тысяч самарцев пришли отметить молодой государственный праздник России. Теплые дружеские чувства. Вообще народ в объединенном таком порыве общем. Замечательный праздник. День единства появился в России в 2005 году. Он посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву от иностранных интервентов. Всплотившись, страна победила. История сокрушительной силы народного духа не забывается и по сей день. Вместе мы выращиваем своих детей, вместе мы живем, вместе строим город. Вот все это вместе, наверное, и есть единство. В общем-то, традиции всех народов, они очень-очень похожи. Это дружба, это уважение, это почет гостям, это уважение старшим, это передача нашего опыта нашим младшим поколениям. И это все нас объединяет. И я думаю, что в сегодняшнее время наш ответ всему миру, западу, наш ответ один. Мы едины, нам нечего делить. Нас много, родина одна. Самарская область – дом для 157 народов. Каждый год в регион приезжают жить и работать со всех уголков земного шара. Этот праздник не только праздник народов России, но и всех людей, которые проживают в Российской Федерации. Это независимо от нации, национальности. Это единый праздник народного единства. Друзьями, общение – это большое значение имеет. Соответственно, все здесь, как бы все вместе отмечаем. Официальная часть праздника стартует ровно в полдень. На главной сцене начинается церемония закладки капсулы «Фундамент будущего парка дружбы народов». Большой этнический комплекс, где будут представлены традиции и культура народов Самарского края, появится на территории поселка Волгарь в 2016 году. С приветственным словом к гостям региона и самарцам обращается губернатор Николай Меркушкин. Глубоко символично, что закладка капсулы с посланием потомкам под фундамент, которому только что заложили, парка дружбы народов, происходит в день общенационального праздника народ, день народного единства. Этим мы еще раз подчеркиваем неразрывную историческую связь, преемственность традиций и культурное единство народов России. В этом наша сила, так было во все времена, и мы, сегодняшнее поколение, должны сделать все, чтобы так было всегда. Сегодня в России проживают представители более 190 народов, и каждый вносит свой вклад в развитие государства. Многонациональная и Самарская область. Благодаря тесному сотрудничеству органов государственной власти и национальных общественных организаций сохраняется и поддерживается культурное многообразие региона. Уверен, что парк дружбы народов станет украшением города, излюбленным местом отдыха горожан и гостей Самары, уникальной площадкой для проведения массовых мероприятий, национальных праздников и выставок. Еще секунда, и почетные гости направляются к аллее дружбы. Она появилась на улице Осетинской еще год назад. 30 молодых деревьев, посаженных народами Самарской области. В день народного единства здесь появится еще одно. На этот раз от удмуртского народа. Столько любви этой елке мы отдали. И пусть эта елка будет олицетворением нашей дружбы. И удмуртский народ вместе с другими народами Российской Федерации здесь, на Самарской земле, чтобы жили в дружбе и согласии. Сегодня в Самаре и губернии рады великому событию. Четыре столетия назад завершилось тяжелое смутное время и началось воссоединение российского государства. А главная мысль исторического события – в единстве сила. По-прежнему актуальна и в наши дни. С января 2015 года всем без исключения трудовым мигрантам будет невозможно получить рабочую визу без подтверждения языковых знаний. А потому в Самарском центре тестирования иностранных граждан по-прежнему ждут посетителей. Ведь для того, чтобы подготовиться к экзамену по-русскому и успешно сдать его потребуется время. Грамматика, лексика вместе. Чтение, аудирование, то есть восприятие русской речи на слух. Письмо, ну элементарное. И говорение. Добавлены два модуля новых. Это по истории России и основам законодательства. Мы предполагаем, что сложности у нас будут как раз с новыми модулями, потому что подготовка к ним все-таки базируется на знаниях хотя бы элементарного, а лучше базового уровня русского языка. В центре отмечают, общая подготовка по-русскому у трудовой молодежи сейчас крайне слабая. Ведь основная масса мигрантов, приезжающих работать в Россию, это молодые люди из стран СНГ. Многие из них очень плохо говорят по-русски. Или вовсе его не знают. По словам сотрудников центра, грядущий экзамен по истории и законодательству России станет для иностранных граждан серьезным испытанием. Сейчас как раз стадия у нас подготовки этой программы, тематики, учебных материалов. И те, кто предполагает, может быть, что они приедут в Россию трудиться, должны уже заранее подумать и начать подготовку у себя даже на родине. Для них это будет, может быть, экономичнее. Мы предупреждаем, что без подготовки люди не сдадут. Если раньше русский язык можно было без подготовки, если он достаточно свободно владеет. Знание русского на базовом уровне закрепила Госдума России еще два года назад. Экзамен сейчас обязаны сдавать только те мигранты, которые работают в сферах ЖКХ, торговли и соцобслуживания. По закону работодатель обязан потребовать сертификат о тестировании либо документ об образовании. Это не обязательно должен быть сертификат. Это может быть аттестат об полном общем образовании. Выданный, если это до 1 сентября 1991 года, это значит бывший СССР, мы принимаем аттестаты такие. Если это выданный в иностранном государстве, и составлен он на иностранном языке, должен быть обязательно нотариально заверенный перевод. Говорю сразу, что документ должен быть 11 классов образования, либо раньше в СССР у нас было 10-летнее образование. Закон не касается граждан тех стран, где русский язык является государственным. Им достаточно будет предъявить аттестат с записью об изучении русского и сдаче школьного экзамена. Также освобождены от обязательного тестирования высококвалифицированные специалисты, лица в возрасте от 18 и старше 60 лет, а также участники госпрограммы по переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Новый закон об обязательном экзамене по истории и законодательству России вступит в силу с 1 января 2015 года. При этом те мигранты, которые уже имеют вид на жительство или разрешение на работу, должны будут предоставить сертификат о сдаче экзамена при продлении вида на жительство или разрешения на работу. Документ о знании русского языка сможет получить любой иностранный гражданин. Главное – успешно сдать экзамен. Стремиться, уже будучи в России, максимально общаться с русскими людьми. К сожалению, они замыкаются в своем землячестве, и у них нет выхода в речь. Но, в принципе, те, кто умеет написать по-русски, так, чтобы мы могли прочитать, те, кто умеет прочитать и понимает, что он читает, хотя бы на базе одной фразы, фразы, предложения на уровне одного предложения, свободно говорить на обычные темы разговорные без переводчика, это тот контингент, который мы можем подготовить к экзамену. Сейчас в центр может обратиться каждый желающий. Для иностранцев откроются индивидуальные и групповые занятия по различным образовательным программам. От краткого базового уровня до свободного пользования языком. Группы формируются по заявкам. Можно позвонить по телефону, можно прийти. Тестирование проводится каждую неделю. К процессу обучения иностранцев подключились и самарские работодатели. Уже сейчас некоторые организации договариваются с центрами тестирования о выездных занятиях по русскому языку. Пока идет оформление документов, параллельно обучаться. Обучать их. Не тратить время. Вот не поэтапно, а параллельно. Ведь они приезжают, пока они проходят медицинскую комиссию, можно уже дать какую-то информацию, если они умеют читать, чтобы они самостоятельно подготовили. Пройдя медицинскую комиссию, уже можно их в группе собрать и провести занятия. Площадки. Вот некоторые работодатели даже настолько заинтересованы, если они ожидают поток, предлагают даже свои площадки учебные. Сертификат о сдаче экзамена можно будет получить в течение месяца. После тестирования в течение недели сотрудники центра проверяют работы и результаты. Затем направляют их в головной центр в Москве. В Самарском центре отмечают поток тех, кто будет сдавать новый экзамен, станет больше. Ведь чаще всего именно незнание языка вызывает множество трудностей у граждан соседних республик. Сдать экзамен можно в 160 пунктах по всей России. Закон о знании русского касается и тех, кто желает получить в нашей стране статус беженца или вид на жительство. Сейчас в Самарской области действует семь сертифицированных центра обучения и тестирование иностранных граждан. Их адреса и телефоны можно найти на сайте Самарского управления миграционной службы.